Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. День памяти и примирения. Украина и мир отмечают сегодня годовщину капитуляции нацистов. Макрон со скрипом. Французы сделали выбор в пользу самого молодого кандидата в президенты в истории страны. Операция ликвидация Соединенные Штаты подтвердили гибель главаря ИГИЛа Абдула Хасиба. Больше никогда. День памяти и примирения сегодня в Украине и во всем мире. 8 мая 1945 года в Берлине был подписан акт безоговорочной капитуляции нацистской Германии. В Украине этот день появился в официальном календаре совсем недавно. Верховная Рада утвердила его лишь два года назад. Символ его красный маг. Сегодня и завтра почести воздают погибшим во Второй мировой войне. Президент Порошенко ко дню памяти открыл фотовыставку четвертое поколение у монумента «Родина-мать». Здесь представлены 16 фотопортретов украинских военных, которые держат в руках фотографии своих дедов, воевавших против нацизма. Ближе к вечеру глава государства примет участие в акции «Первая минута мира». Беззаперечным есть подвиг украинского народа и наш большой внесок в победу антигитлеровской коалиции в Второй мировой войне. И я висловлю нашу глубокую повагу и шану всем борцам против нацизма. Низкий уклін вам за ваш подвиг, за вашу победу, дорогие наши ветераны. Цю выставку следует принимать как символ неразрывного связку разных поколений защитников Украины. Ветчизну сегодня боронят нащадки воинов Червоной армии, Украинской и Повстанской армии. Они шануют своих дедов и прадедов. «Красные маки» сегодня можно увидеть по всей Украине. Люди вышли на улицу, чтобы почтить память своих близких воевавших против нацистов во Второй мировой. В Днепре, в День памяти и примирения на площади героев Майдана собрались сотни горожан. У всех на груди приколок мак – символ памяти погибших во Второй мировой войне. От площади колонна прошла по главным улицам города. Завершилось шествие в парке памяти и примирения, который в 1946 году был обустроен на месте военных захоронений. Елена Карабутова ежегодно приходит сюда возлагать цветы. Моя бабуся, которая прошла всю войну в госпитале ФЕХ-1039, это госпиталь фронтовый, в этом году она уже не смогла прийти, потому что она 5 березня померла, 98 лет. Возле памятного знака отслужили молебен по погибшим. Почтили их память минутой молчания. А во Львове день памяти и примирения провели в Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. Около тысячи курсантов зажгли в лампадке в память о погибших во время Второй мировой войны. Почти память пришли и дети участников АТО. Это захорон, в честь которого я могу рассказать про тот же хорошее время, друзья твоей войны. Потому что в моей семье двое моих прадедов принимали участь. Один из них погиб в боях под Харковом, другой провоевал, пришел до самого Берлина. В Ивано-Франковске минутой молчания почтили память погибших у мемориального комплекса Братское кладбище. Жители города возложили цветы к могилам солдат. Для ветеранов, а в городе их осталось всего 30, организовали в областной филармонии торжественный концерт. Но сейчас воюют, не знают, что кого бьют и за что воюют. Надо закончить войну и проходить на мирные способы жизни. Хотя, ну, а то гибнут люди и не знают, за что гибнуть. В Запорожье, в День памяти и примирения, жители города собрались на Аллее Славы. Зажечь вечный огонь здесь доверили троим, ветерану Второй мировой, участнику АТО и курсанту военного лицея. Погибших на полях сражений во Второй мировой почтили минутой молчания, после чего участники акции украсили красными маками памятное панно. Но мы должны простить все то, что было. Людей еще мало, но этот праздник созревает. Он обязательно будет очень большим праздником, такой же, как и День Победы. На Аллее Славы у памятника неизвестному матросу в Одессе вспоминали и фронтовиков Второй мировой войны, и солдат, которые погибли в АТО, защищая независимость Украины. У многих, перешедших к мемориалу, на груди символ этого дня – Красный Мак. Сейчас, на жаль, история повторяется. Повнимаем всех военных, которые боролись свою землю и дегрессоров. Здесь же состоялась совместная молитва представителей разных конфессий. Галина Якошко, Елена Миндалюк, Сергей Бордюжа, Андрей Анастасов. Подробности телеканал Интер. А на Старом Континенте отмечают сегодня День Победы над нацизмом в европейских столицах. И сегодня и завтра пройдут памятные мероприятия. В Париже уже состоялся кавалерийский парад на Елисейских полях. Действующие и избранные президенты вместе возложили венки к триумфальной арке. Франсуа Алант и Эммануэль Макрон пообщались с ветеранами и военными, говорили о мире и борьбе с современными угрозами. Мы сегодня услышали много речей о Европе. Неудивительно, ведь в этот день в Европе закончилась Вторая мировая война. И вместе мы победили. Теперь же нам нужно объединиться, чтобы сделать что-то для Европы, чтобы защитить ее. Кому-кому, а Макрону не нужно рассказывать о вкусе победы. Он ощущает его прямо сейчас. Французы сделали свой выбор, несмотря на рекордное количество испорченных бюллетеней и голосов против всех. Подробнее о 39-летнем Эммануэле Макроне, обошедшем ультраправую Лепен во втором туре. Елена Зорина из Парижа. Они листают новости в телефонах, не отрывая взгляд от экранов телевизоров. И вот первые данные экзитполов. Эммануэль Макрон 65,1%. Очевидно, это новый президент Франции. Мари Лепен этим вечером набрала 34,9%. Это ее результат во втором туре. Радостные сигналы автомобилей и люди с национальными флагами на улице Париж сразу после закрытия избирательных участков настраивается на праздничный лад. Да здравствует Франция! Да здравствует Франция! Но такому результату рады не все. И это добавляет работы полиции. С одной стороны Лепен, расистка. С другой Макрон, бизнесмен, который все сделает частным. Многие отдали свой голос впустую. Когда-нибудь они это поймут. Впрочем, протесты ощущения праздника не омрачают. Самая бурная реакция в лагере победителя Эммануэля Макрона. Я очень счастлива, потому что это настоящая победа для Европы. Это европейская победа. И это прекрасно. Кандидаты встречают результаты голосования вместе со своими сторонниками на митингах. И даже аутсайдера гонки Лепен, похоже, проигрыш не расстроил. 48-летняя лидер ультраправых встречает новость с зажигательным танцем. А вот со сцены убеждает, уже поздравила соперника с победой. И призывает сторонников продолжать борьбу на парламентских выборах, намеченных в стране на середину июня. Я призываю всех патриотов присоединиться к нам и принять участие в решающей политической битве, которая начинается сегодня. Победитель, которого СМИ уже окрестили французским Обамой, обращается к избирателям и сопернице по гонке на площади Карузель перед Лувром. Сегодня я хочу обратиться к своей сопернице Лепен в духе республиканских ценностей. Я знаю, что у нас есть разногласия, и именно они заставляли голосовать некоторых людей за экстремистские партии, но я уважаю их выбор. Я буду защищать Европу, ту, которая есть у нас. Ведь на карту поставлены наша цивилизация, наш образ жизни и наша свобода. Задачу молодого политика теперь немало – сформировать большинство в парламенте, выбрать нового премьера и, самое главное, определить политический курс. Хотя, по сути, он уже ясен. Сегодняшний день Макрон начал уже почти как президент, но пока с действующим Оландом. Вместе они участвовали в церемонии, посвященной 72-й годовщине окончания Второй мировой войны. Уходящему и новоизбранному лидерам еще предстоит разговор тет-а-тет перед передачей президентских полномочий. Дата инаугурации определена уже в это воскресенье. И хотя имя победителя уже известно, официально праздновать победу пока рано. Кто станет новым хозяином Елисейского дворца, объявят 11 мая, когда подведут итоги этого голосования. Из Парижа Елена Зурина, Иван Ермаков. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». На плодотворное сотрудничество с новым президентом Франции рассчитывает Петр Порошенко. Президент Украины поздравил Эммануэля Макрона с победой, поблагодарил его за поддержку нашей страны в условиях российской агрессии. Порошенко уверен, что Украина обрела надежного союзника в нормандском формате. Кто еще успел поздравить нового хозяина Елисейского дворца и как реагируют на его избрание мировые лидеры, расскажет Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Европа выдохнула с облегчением и не скрывает радости по поводу результатов выборов во Франции. Здесь обеспокоены ростом националистических настроений и поражение Марин Липен дает надежду на светлое будущее Европейского Союза. Многие мировые лидеры позвонили Эммануэлю Макрона еще вчера вечером до оглашения официальных результатов. Как только стало ясно, что отрыв между кандидатами слишком большой. Среди первых, кто дозвонился победителю, была британский премьер Тереза Мэй. Уже через четыре недели состоятся самые главные выборы в ее карьере. И, конечно же, ей бы очень хотелось повторить результат Макрона. Новый французский президент получил сильную поддержку и сильный мандат, который он применит в переговорах по Брекзиту. И нам в Соединенном Королевстве нужен такой же сильный мандат и такая же сильная позиция в переговорах. Также премьер заявила, что с нетерпением ожидает совместной работы с новым президентом, как и немецкий канцлер Ангела Меркель. Я была очень рада фантастическому успеху Эммануэля Макрона. На него возлагают надежды миллионы французов, а также многие в Германии и Европе в целом. Он приверженец социальной и рыночной экономике. И мы знаем, что Германия и Франция связаны с судьбой. Победой Европы считают результат Макрона в Брюсселе. Нового главу страны и весь французский народ поздравили все три лидера главных европейских институций. Жан-Клод Юнкер, Дональд Туск и Антонио Таяни. Поздравления в адрес нового хозяина Элисейского дворца звучали в Австралии, Канаде, Японии и Китае. Для Японии Франция является особым партнером, который разделяет наши общие ценности, такие как демократия, права человека и верховенство закона. Сотрудничество с новым лидером Франции с нетерпением ожидает и президент США Дональд Трамп назвал результат выборов большой победой Макрона. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности британское бюро телеканала Интер. Ну а на выборах в Германии празднуют победу Ангела Меркель, правда пока только на местных. Христианские демократы лидируют в земле Шлезвин Гольфштейн. Почему эта победа имеет политическое значение для всей страны, подробнее расскажет Татьяна Лагунова. Ангела Меркель празднует победу двойную. Мало того, что христианские демократы выиграли местные выборы, так еще и с таким результатом, что теперь могут сменить власть в одной из земель. Вместо премьера СДК руководить в Шлезвих Гольфштейне. Теперь будет представитель христианско-демократического союза. Казалось бы, что здесь такого? Выиграли и выиграли новость местного масштаба. Но когда страна на пороге выборов парламентских, голосования в землях рассматривают не иначе, как их генеральную репетицию. Такой себе замер политической температуры по стране. Мы хотим выиграть также парламентские выборы в сентябре, чтобы Ангела Меркель и дальше оставалась канцлером Германии. То, что региональный проигрыш может иметь последствия в национальном масштабе, понимают и в лагере социал-демократов. Я разочарован так же, как и все мы. Это необычайно грустно. Чтобы не грустить, после выборов парламентских, эздеки срочно разрабатывают новую предвыборную стратегию. И соцопросы, и земельные выборы уже показали. Ангеле Меркель не страшен так называемый эффект Мартина Шульца. И если не случится ничего непредвиденного, она легко выиграет выборы и останется на четвертый срок. Непредвиденное – это вмешательство третьих сил и попытки манипулировать общественным мнением. После хакерской атаки против уже новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона за день до второго тура выборов заволновались и немцы. Все крупные демократические партии должны защитить себя от возможных попыток повлиять на результаты парламентских выборов. Нужно подготовиться как к штабам, так и к государству. Необходима государственная поддержка, например, со стороны федерального ведомства по защите Конституции. Впрочем, сама канцлер уже заявила – возможных манипуляций не боится. Дескать, немцы достаточно умны, чтобы на них не поддаваться. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности – немецкое. Бюро телеканала «Интер». Лидеры Германии и Украины обсудили по телефону вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента. Ангела Меркель и Петр Порошенко подчеркивают недопустимость проведения на оккупированных территориях парадов с участием военной техники. Отмечают важность проведения расследования и наказания виновных в атаке на патруль ОБСЕ 23 апреля, а также необходимость освобождения заложников. Кроме этого, немецкий канцлер рассказала об итогах своих переговоров в России 2 мая. Политики почтили память погибших во Второй мировой войне. Немецкий канцлер отдельно высоко оценила роль украинцев в борьбе с нацизмом. Тем временем, американские СМИ пестрят заголовками. Главарь группировки «Исламское государство» ликвидирован в Афганистане. Почему эта новость появилась только сейчас, а какие детали стали известны? Подробнее Дмитрий Анопченко. Информационную волну вызвало скромное сообщение на сайте президента Афганистана. Власти подтвердили ликвидацию Абдула Хасиба, главы группировки «Исламского государства» в этой стране. Ну а дальше новость подхватили все мировые СМИ, начиная ее словами «Победа в борьбе с террором». Чуть позже ликвидацию террориста подтвердили американские власти. Военное ведомство Соединенных Штатов сообщило журналистам, что среди боевиков, которые были убиты в ходе спецоперации, действительно есть эмир Абдул Хасиб, человек, которого обвиняют в совершении самых громких военных преступлений последнего времени, в том числе и нападении на военный госпиталь в Кабуле, когда было очень много жертв. Вот только одновременно выяснилось, что ликвидировали террориста еще 27 апреля, в день, когда Соединенные Штаты скинули на Афганистан самую мощную бомбу в мире. Американское командование тогда заявило об уничтожении 35 боевиков. Даже о самых громких событиях СМИ, сообщив однажды, далее в информационной текучке мгновенно забывают и переключаются на другие новости. Так почему же это событие? Сегодня по-прежнему топ-новость номер один. Почему к деталям военной операции, которая была 10 дней назад, снова и снова обращаются крупнейшие средства массовой информации? Ну а причины две. Во-первых, подтвердив смерть одного из лидеров террористов, военные ответили на обвинение бывшего главы Афганистана Хамиды Корзая, который дал интервью пропрезидентскому Fox News. И заявил, широко разрекламированный бомбовый удар якобы фикция. Дескать, исламистам о нем сообщили заранее, и они ушли из зоны обстрела. А провергнуть его слова могли только конкретные факты. С другой стороны, Дональду Трампу именно сейчас как никогда нужны победы. Предстоит решающее голосование в Сенате за отмену реформы здравоохранения Обама Кэр. Сам Обама уже публично выступил против. И неофициально ведет переговоры, чтобы сорвать процесс. Новой команде нужна общественная поддержка. А любая новость об успехах в борьбе с терроризмом подпитывает рейтинг Трампа. Белый дом еще раз подтвердил, что намерен до конца этого года полностью покончить с боевиками ИГИЛ. Что должно упрочить позиции главы государства. Вот почему в американских СМИ сейчас активно сообщают не только о французских выборах, но и о событиях в Афганистане. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль. Американское бюро телеканала Индер. Американский госсекретарь Рекс Тилерсон ждет с визитом в США главу МИД России Сергея Лаврова. Уже послезавтра московский дипломат прибудет в Вашингтон на переговоры. Обсуждать будут, скорее всего, напряженную ситуацию в Сирии и, конечно же, Украину. Именно эти конфликты стали темой диалога Тилерсона и Лаврова в Москве месяц назад. Пророссийские боевики продолжают атаковать позиции наших бойцов. Впервые за длительный период враг применил реактивные системы ГРАД. Крупнокалиберные минометы ударили по городу Попасное. Пострадали мирные жители. Все подробности узнаем от Руслана Смещука. Позиции украинских военных в районе Попасной. За прошедшие сутки здесь была наиболее напряженная ситуация. Более 80% обстрелов по всей зоне АТО пришлись именно на этот участок обороны. Дошло даже до использования боевиками ГРАДов. Сожженные артиллерия и боевиков участки Луганской степи хрустят, как свежий снег. Повсеместно черными ранами зияют свежие воронки. Артиллерия противника в течение 5 часов накрывала позиции железной бригады. С 22-го вечера начались обстрелы с минометов, так же артиллерия. Приблизно 8 пострелов прилетели у нас снарядов с минометов, так же пару было с артиллерии ГРАДов. И продолжилось все на протяжении до третьей ночи. К счастью, в этот раз обошлось без потерь. Противник застосовывал весь арсенал зброи, который в них был, включительно с ГРАДами. На счастье, у нас поранених и загиблих нема. Давно не было. Противник раньше не застосовывал ГРАДи. Это вчера произошло очень серьезное загострение. И с чем это связано, наразе не можем рекомендовать. А за несколько дней до этого боевики ранили нескольких бойцов. Блиндажи противника тут в прямой видимости. Прилетел ПТУР, то есть ударил под низбурство. Пара не было, но контузия серьезная. Но он у лекарни, да? Он в шпитале, сейчас в Харкове. То есть подлечится. Он хотел сразу вернуться с часовой яра. Не дали, отправили на Харков. Досталося мирным жителям. Огонь боевиков накрыл несколько улиц и железную дорогу в Попасной. Я вот сюда в дерево как раз, в сарае посмотрел, в окна побывало. А сколько это было? Это часов восемь так, уже темнить начало. Разов пять-шесть, а так взрывов было. Кучно стреляли, прямо как... Машина подбила, вот так. Покоцалась машина. С вмятины там подбивала краску. В преддверии 9 мая по всему фронту наши военные готовятся к масштабным провокациям и укрепляют оборону. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер. Бойцы АТО и волонтеры в Черкассах ко дню памяти и примирения организовали патриотический фестиваль «Народный герой». Какие военные битвы воссоздали на одной площадке, расскажет Станислав Кухарчук. С самого утра в парке на набережной Черкасс многолюдно. Армейские палатки, блокпосты и военные в камуфляже. С первого взгляда даже настораживает. Но это атрибуты фестиваля «Народный герой». В одном месте здесь собрали экспозицию, посвященную воинам сразу трех эпох. На долю Олега выпали две из них. На афганской он потерял ногу, а на нынешней – друга. В липни загинал мой друг Олег Мехнюк. Вместе в Афганистане были в одном батальоне герои Украины. После этого, скажем так, нашествовало меня поехать в АТО. На этом фестивале нет никакой политики. Его организаторы, волонтеры и ветераны устроили более десятка локаций, где можно не только увидеть, но даже почувствовать, как это – быть солдатом. Может, придется когда-то одеться, чтобы разобраться в том. Национальная гвардия оборудовала блокпост, ветераны-афганцы воссоздали казарму. А это – полевая кухня. Кашу и боч готовили исключительно из волонтерских ингредиентов. Там тушенка и все сухое. Вот это рассчитано на первые шлифы. А этот каркас волонтеры поставили, чтобы показать, как плетут маскировочные сети. Каждый желающий мог поучаствовать в работе. Эти сетки мы плетаем не только стрички, а мы еще плетаем свою любовь, веру и молитву. Чтобы эти сетки могли защитить наших защитников. Фестиваль «Народный герой» не случайно решили провести в День памяти и примирения, уверяет его соорганизатор Вячеслав Скичко. Задача – донести людям, что война – это не романтика и слава, а смерть и боль. Кто не повернулся в разные часы, чтобы люди, кто живет благодаря им под светлым, блакитным, чистым небом, помятали обычную человеку, обычную человеку, которая отдаёт частину себя для мира тут, на нашей земле. А в 11 часов вечера на Черкасском холме Славы зажгут лампадки в память о всех погибших защитниках Украины. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал «Интер» Черкассы. А в Одесской области память погибших в трагедии 2 мая особым образом почтили радикалы. В городе Южный неизвестные уничтожили мемориальную аллею. Деревья в третью годовщину массовых беспорядков посадили активисты оппозиционного блока совместно с национальной платформой «Женщины за мир». В опоблоке убеждены, что акт вандализма – это дело рук представителей радикальных, пронационалистически настроенных организаций, усматривают особый цинизм в том, что совершён он был в День памяти и примирения. «Вот видно, насколько наши радикалы хотят этого примирения, в том числе и внутригражданского примирения. Все граждане, кто погиб тогда, они равны перед государством Украины, перед законом, и что за их убийство должны ответить по закону те, кто это сделал. Всё то, что происходит вокруг – это попытка отвлечь общество от реальных проблем и продолжения раскачивания ситуации и сталкивания страны в пропасть». Тысячи участников Второй мировой до сих пор остаются пропавшими без вести. Поисками их останков занимаются активисты. За последние полгода лишь в Киевской области удалось отыскать прах 110 бойцов, принимавших участие в обороне и освобождении Киева. Сегодня их захоронили неподалеку от столицы. Даниил Снисер расскажет подробнее. Более 600 тысяч жертв. Сражение советских войск с вермахтом под Киевом в июле-сентябре 1941 года стало одним из самых кровопролитных во Второй мировой. Почти 700 тысяч бойцов были взяты немцами в плен. Освободить Киев удалось осенью 43-го. Ценой жизни – 130 тысяч солдат. Прах бойцов, которых удалось отыскать, а за 10 лет таких более тысячи, хоронят в Гатном под Киевом. Именно в этом регионе солдаты держали оборону Киева в 41-м. Здесь находится почти 800 человек в общей сложности. То есть практически полк лежит здесь в Гатном. Сегодня мы хоронили 110 человек. 18 из них удалось опознать, частично найти родственников, где-то передать личные вещи уже. В районе Березани, где также шли ожесточенные бои, погиб и военный фельдшер, старший лейтенант Владимир Синько. Его идентифицировали благодаря медальону. Забрать личные вещи и проститься с бойцом пришел внук Владимир. Мы пришли к своему деду, который пропал в мезвести в августе 41-го года в районе Березани. Люди занимаются святым делом и огромная им благодарность. Почтить память своих собратьев из ближайших городов и сел приехали ветераны. Сегодня участник боев под Одессу Евгений Федорович отмечает 90-летие. Говорит, очень рад тому, что его побратимы в конце концов нашли покой. Сюда привело память о моих побратимых фронтовиках, которых наконец, как положено, со всеми почестями отдали земле. Поддержать ветеранов пришли сегодня и нардепы. Я считаю, что эта церемония важна завжди, потому что если страна не помнит своего прошлого, есть попытки, как сегодняшние влады, переписать историю, то это шлях в никуда. Как только страна начинает переписывать свою историю, это будет шлях в никуда. Поэтому считаю, что все, кто хочет иметь будущее, они должны помнить о прошлом. И считаю, что такие заходы это добрый знак для общества. Поисковые операции активисты обещают не прекращать. Проводить захоронения найденных солдат будут два раза в год, ко дню освобождения Киева и ко дню памяти и примирения. Данил Снисор, Геннадий Аникенко, подробности, телеканал Интер. Ветеранов Второй мировой войны все меньше. Наши журналисты побывали в гостях у одного из них. Аркадию Прокопенко из Ивано-Франковска, 94 года. Несмотря на солидный возраст, он не сидит дома, а гастролирует с фронтовым хором по всей стране. О том, как и главное, чем живут сегодня герои Второй мировой, Жанна Дучак подробнее. В свои 94 года Аркадий Никитич сам справляется со своими домашними делами. Не так давно он даже работал, но из-за болезни пришлось уволиться. Ветеран рассказывает, по работе он очень скучает, никак не может привыкнуть, что утром уже не нужно никуда идти. Правда, времени грустить у Аркадия Никитича нет. Не дают скучать внуки и правнуки. Их у него девять. К тому же много времени занимает пение в местном хоре. У нас хор «Фронтовые друзья» называется. Мы нас даже в Киев запрошивали. Наш хор, как заходил на сцену, то театр и оперный, и Палац Украины, они же великие зали. Так люди вставали. Весь зал из этих балконов поднимается и аплодирует нам. О войне Аркадий Прокопченко вспоминает часто. Когда она началась, ему было 17. Работал на авиазаводе в Тбилиси. На фронт пошел добровольцем. Войнкоматы говорят, нам обороняется вас забирать, потому что вы на военном заводе работаете. Служил танкистом. Первый бой – освобождение Сталинграда, а дальше Днепр, Запорожье, Одесса и так до Будапешта. Были и ранения, и контузии. О подвигах на фронте напоминают многочисленные ордена и медали. Они все важливы. Ордена. Ордены. Вот две червоные звери, витязняно, червоного прапора, за отвагу. Ну и гвардия. Ну а это все такие памятные знаки. В праздничные дни телефон ветерана разрывается. Встречи добиваются и политики, и журналисты. Но такой ажиотаж лишь несколько дней в году, в мае. И с каждым годом таких, как он, вспоминают все реже. Но сегодня Аркадий Никитич об этом думать не хочет. В областной филармонии запланирован концерт. И он уже спешит туда. На сцене будет выступать его хор. Елена Кагал, Жанна Дучак, Зиновия Автонас, телеканал Интер, Ивана Франковская. Вспоминать о ветеранах раз в год, а в остальное время лишать их обещанных государством льгот и средств к существованию, это цинизм. Такое мнение на своей странице в фейсбук выразил лидер социал-демократической партии Сергей Каплин. Он намерен обратиться в Европейский суд по правам человека, ООН и другие международные институции, чтобы получить правовую оценку действий предыдущего правительства и признать их геноцидом. Подобные требования ранее уже направлялись Каплинам в украинские суды, но реакции никакой, как утверждает депутат. Поэтому он решил подать иски на Кабмин Яценюка в международные инстанции. Не у всех политиков сегодня, в День памяти, была возможность почтить погибших и озаботиться судьбой ветеранов. Кого-то из них попросту нет в Украине. Например, у главного радикала Олега Лешко австрийские каникулы. По данным интернет-СМИ, 7 мая он отправился в Вену. Сообщают, что далее у него в планах альпийский курортный городок Клагерфурд. Компанию ему в очередной раз составили друг и кум Юрий Сухин и киевский студент Даниэль Лайс. В таком составе туристов часто видят в последнее время. С Сухиным, кстати, главный радикал провел новогодние каникулы в Таиланде. И с ним, и с Лайцем он уже ранее посещал и австрийскую столицу. За какие деньги путешествует Лешко, вопрос это интересует и блогеров, и журналистов, и даже коллег политика. Нардепы всех фракций обратились в НАПК с просьбой проверить этот недешевый отдых парламентария. Поскольку только авиабилеты в Пхукет, по данным СМИ, обошлись ему в сумму более 100 тысяч гривен. И должны были отразиться в декларации, но в документе о роскошных путешествиях ни слова. Как нет там и сведения о купленном в начале этого года элитном особняке площадью в 550 квадратных метров. Напомню, этим приобретением Нардепы заинтересовались детективы НАБУ. Кстати, только за последний год Лешко и его сожительница приобрели недвижимости на 20 миллионов гривен. При том, что официально никто из них бизнесом не владеет. Откуда все это богатство? Даже на допросе в антикоррупционном бюро Лешко ответов не дал. Зато коллеги Нардепов, в частности Надежда Савченко, заявила, что однопартийцы Лешко торгуют голосами. На сегодня это все новости. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok